Скажу так, я хоть и не силен в истории археологии, но просто захватываю дух, понимание того, сколько этим стенам лет. Вот оно, строительство древних. Эти стены перестояли войны, землетрясения. И вот до сих пор можно видеть их мощь. В заповедном лесу встречается разваленный СССР. Молочная река идет откуда-то сверху. Прошел уже метров сто. Она видна все отчетливее. Вот смотрю, она новым потоком прямо пузырится. И так объяснив на пальцах водителя маршрутки мои небольшие познания топографической карты в данной местности, Все же я попал в то место, куда хотел. Вдали даже слышен звук реки. Можно пройти, посмотреть, что там. Но моя цель подняться вверх. Я думал напрямую. Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Это как бы не для меня. Но в данном случае для меня, потому что я вышел немного раньше тех шкал, по которым бы пошел вперед. Так получается, я обойду. Не знаю, насколько это будет проще. Здесь тоже подъем как бы нехтишко смотрю. Но тем не менее, попытаюсь подняться именно на те шкалы, куда я планировал и немного раньше, и просматривал путь вчера. Ну вот, идя по звуку шумоестественной воды, я так и вышел в горной реке. Здесь действительно красиво, насыщенно и дико. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сказано, заповедник. Здесь столько деревьев бесстыдницы, сколько их нету во всей городской полосе, наверное. И так я попал в лес, усыпанный огромными камнями. Я так понимаю, с одной стороны, у меня охраняемые объекты, какие-то бункера, сетки. Мне же нужно подняться на вершину. И вот, сломал штатив. Не, это я не радуюсь, это я так констатирую факт. Жаль. Интуиция подсказывает, что я уже близок к вершине тех скал, на которые пытаюсь сегодня зайти. Далее виднеется зубцы Айпетри. Вот начинают встречаться первые окаменелости. Вот я зашел, вижу уже вершину. Фух. И интуиция мне подсказывает, то есть твердо, говорит о том, что я лоханулся. Вот, дорога, по которой можно было бы подняться. Но мы легких путей не ищем. Вот так, вот это встал нормально. Вот если подниматься такими темпами, то очень скоро я буду непосредственно у подножия Айпетри. Ну, на сегодняшний день это не является для меня целью. Хотя Айпетри вот уже довольно-таки близко. Не абсолютно реально сегодня побродить у этих склонов. Вот они зубцы Айпетри. Поднимается ветер, солнце спряталось, как бы синоптики немножко. Наломали с прогнозом. Вот под деревом, на котором находится дятлова кузня, рассыпаны поклеванные птицей шишки. Здесь вот у него был клевый обед. Крум, как в кавказской пленнице Никулин, появился из-за дерева. Вот они, рековые сосны. Деревья, которым действительно сотни лет. Это огромные, огромные длиннелья. Все ближе и ближе я подхожу к назначенному месту. Вот нашел-таки тропу, которая идет не прямиком к вершине, а как бы огибая постепенно. Опять это был обман зрения. Вершина, которая выше этой, идет еще дальше, правее. Вот он, страж вершины, каменный столб. Вот я и поднялся туда, куда даже, в принципе, и не планировал. Я думал пройти по низам. Ну вот, я поднялся наверх. Дали Черное море. Вокруг заповедный лес. Теперь вот я смотрю, если бы я начал подниматься по камням, ты... Ох, эх, так не видно будет. Эх, не видно будет. Эх. Детерок что-то поднялся так. Так вот, если бы я попытался подняться по скалам непосредственно снизу, то я теперь понимаю, насколько это было бы сложнее. Вполне даже, возможно, и осуществимо. А сейчас я нахожусь вот уже на вершине. Вот у меня вот чуйка какая-то, что если я заберусь вот сюда вот наверх, что-то там меня ждет. Вот, мне кажется, я снизу еще заметил вот этот вот столб и рядом пещера. 100% пещера, но туда я не буду рисковать сегодня лезть. Вот, поднявшись немного выше, передо мной открылся величественный вид панорамы Ай-Петри. Вот только сейчас я понял, что это и есть Биюк-Исар, то есть крестовая гора, о которой мне рассказывал один знакомый путешественник. на вершине этой горы, снизу страц. Это, кажется, просто нагромождение скал, разваленные камни. Вот, но я поднялся с другой стороны на вершину, и теперь вот отчетливо видно, что здесь все-таки, что такое Биюк-Исар. Биюк-Исар, то есть укрепленное сооружение. Вот видно развалений древних стен. Здесь, видимо, тоже было жилое помещение. Вот это вот и есть памятник архитектуры. То есть не архитектуры, а археологии. И на самой вершине здесь пещера, вход в которую завален. Но, тем не менее, пробраться туда вполне реально, вот если бы было снаряжение, вполне реально туда можно пробраться. Видно, она идет вглубь, внутрь этой горы. Само по себе вершина небольшая, но как укрепление, это было довольно-таки нормальное укрепление, поскольку полностью просматривается. Весь берег. Я сейчас просто показываю площадь, которую занимало это укрепление. вверх. 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 А здесь, приятно. Высота вот видно. Вниз гастро. Голубка внизу все просматривается. Внизу человека, который, наверное, хочет сюда подняться. Вот он, может, другой. Вот развалины древние стены. Некогда здесь было сооружение. И не просто укрепительное сооружение, а в некотором роде неприступное. Здравствуйте! Коля! Стены вот олины. Той стороны. Вот толщина стены. Метра полтора. Вдоль всей вершины идет трещина, катонический разлом. И вот дальше пошла еще одна пещера. Здесь вход намного больше и залезть туда реально. Вот видно вход. Трещину или провал, как правильно назвать. Солнце туда уже достает, и видно, что все-таки она там расширяется, и можно туда попасть. Ребята, с которыми я познакомился, оказались из Алушты. Они немножко знают об истории этой крепости. Здесь вот была башня. Вся вершина, как мне рассказали, укрепление датируется 12-13 века. Ну, естественно, при том условии, если раньше здесь никто не обитал. Что не исключено, по всей вероятности, поскольку здесь всегда, во всей эпохе, кто-то обитал. Но, тем не менее, по словам очевидцев, которые вот только приехали из Трои, они отдыхали за рубежом и ходили смотреть Трою. Эти восемь ярусов раскопок, то, говорят, здесь сохранилось ничуть не хуже и не больше по размерам, чем Думыровской Трои. Вот, скажу так, я хоть и не силен в истории археологии, но просто захватываю дух, понимание того, сколько этим стенам лет. Вот у нас строительство древних. Эти стены перестояли войны, землетрясения. И вот до сих пор можно видеть их мощь. А это животное называется кивсяк обыкновенный. Типичный представитель фауны Крыма. Ну, вот как я и говорил, что у меня была какая-то чуйка, я мог бы пройти по тропе вообще мимо этой вершины и не знал бы, где находится это укрепительное сооружение, это древняя крепость. Но, тем не менее, вот интуиция мне подсказала, как бы заберись вот наверх между камнями, и я попал в это древнее городище, древний Бьюг. Вот стена прекрасно сохранилась, но сравнительно, насколько это возможно. Высота этой стены видно. В параллельно стене идут несколько тектонических разломов. И также, пользуясь случаем, хочу передать привет Лене и Володе. Для них это путешествие было бы, я думаю, интересным. Привет, вот я возле древних стен. По разным источникам эта гора называется по-разному. Бьюг-Ишар, крестовая и также Олубка-Ишар. Это вот ягодки для любимой тёщи. Крепость находится на тектоническом разломе. И вот развалины, видимо, стена завалилась прямо в трещину. Естественно, во время землетрясений, хотя уже была тогда известняковая кладка, но тем не менее, всё это подверглось воздействию времени и постепенно разрушилось. Вот так вот иногда делались великие открытия по чистой случайности. Так Бьюг-Ишар остаётся позади, можно спуститься и вернуться в цивилизацию по той же дороге. Но есть возможность пройти туда, куда было намечено изначально найти крест на вершине. Опять-таки интуитивно я понимаю, что он находится где-то чуть дальше, и мне что-то сдаётся чуть ниже. Прошли века, а можно отчётливо проследить, где ручная кладка. Вот видно. И дальше пошли стены, где просто на громоздение камней. Бьюг-Ишар остаётся позади. Двигаемся в поисках креста. Вот они, разломы земной коры. Тектонические плиты двигались. Ух-них! Вот это-то-то-то-то-то-то-то. А-та-та-та. Вот. Ух-них! Тут глубина. Короче, очень глубина. А вот и сокровища древних. Вот они, остатки древних кораллов. Окаменелость, которая свидетельствует о том, что вся гора Айпетри состоит именно из коралловых рифов. Вдали виднеется гора Кошка. И вот он, я таки нашёл его. Это и есть тот крест, который, по всей вероятности, я видел с трассы. Крест был установлен в 1968 году, и сама эта гора называется Крестово. У христиан с древности существовал обычай воздвигать в особо почитаемых или красивых местах кресты, которые служили напоминанием людям и осеняли местность своей святостью. Много таких крестов было и в Крыму. Вдали виднеется гора Кошка. Вот вдали вижу ещё одну опорную стену защитную. Хоть и далеко, но видно, что вкладка именно рукотворная. Это вот тоже остатки некогда бывшей защитной опорной стены. Я спустился где-то наполовину, и вот отсюда уже отчётливо виден крест на вершине. Буквально какое-то время я там был. Этот бьюг и сары сделали именно на такой неприступной скале. Вот иду к скале, которая треснула пополам. Походу здесь нехилое землетрясение было. Куре так всё порвало прям. Вот тема. Иду, дерево. И на высоте более трёх метров камень застрял. Но какой камень? Огромный. Вот он, этот камень. И тем более, вот его видно. Это было не так давно. Можно представить, как он летел, подпрыгивал на такую высоту. Зацепился, вот. Застрял между веток. Дерево выдержало такую мощь удара. Если бы по голове, от головы бы, пожалуй, ничего не осталось. Вот и закончилось моё путешествие на бьюг и сар. Я даже не предполагал, что я сюда попаду. Но, тем не менее, вот так вот. Нужданно, негаданно. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»